так лан давайте 1 катка прошла тут аниму против happy happy так о чем не кстати чатика нет на стриме так все появился чуть никто не сказал что начать к нет на стриме подумай о тянка сделай дело и засыпай да я отказался от этого дела я в завязке сдал обед отличный совет бегать перед сном бегать перед сном зимой в минус 30 сейчас пойду на улицу в минус 30 побега да я знаю про твои расстройства чё там да это у меня картинка есть контакте это но я знаю что игры я правильно качаю в машине мне большие так что тут быстрый дк от хэппи тут архимаг от аниме сколько в наклоне тянешь если ты про тягу в наклоне которую на спину имеешь ввиду то по-моему 95 на 10 я делаю где-то тогда то есть там 15 штанга 2 блина 4 блина по 15 2 десятки сюда 95 вроде тут архимаг выходит ну респауны вообще эта карта но вы сами знаете что эта карта для хумана плохая но аниму по какой-то причине на ней играет опять же мы видели как тяж здесь выиграл 120 так что в принципе выиграть здесь можно но тяжело респауны кросс но опять же суда не так далеко от это бежать так прибегают сюда дк получает скелетов сразу здесь вышечка обе горе я не могу спать когда у меня компьютер включен то есть я например могу под звуки машинки стиральные засыпать нормально а вот если у меня компьютер работает я не могу спать ой здесь хэпи просто заходит минус 1 или минус 2 2 лима 84 экспы получает архимаг второй уровень конечно получил сейчас попытка окружить и лима окружает скиль нет не окружает но все равно вы лима фокус неплохой здесь сайте футмен футмен почти околита убил но нерубка достраивается и околит выживает но в любом случае футмен немножечко кстати оп оп нет но не убить околита если хэпи будет и контролировать здесь правда хэпи очень много хитпоинтов дк своим потерял ну да колита до контролировать но в любом случае околит какую-то часть голды не добыл сейчас мы проверим 10600 есть 1600 здесь а здесь у нас в общем порядка 70 голды не добыл околит этот но здесь хэпи битые дк но у него уже 166 экспы и почти второй уровень еще здесь скелета скелета очень серьезно мешает если defense интересно если defense на футменах блин еще минус раба но минус 2 рабочих дк 2 уровня еще куча скелетов здесь что-то чувствую что будет быстрая победа у хэпи и дефенса судя по всему нет ой без дефенса крепить эту точку но это печаль еще есть койл ой книг опыта книг опыта прорывается архимаг дк не стырил у дк больше нет кайлов нужно естественно второй же менты заканчиваются но здесь тролляк кстати а может дотянется может сейчас хэпи дотянется нет не дотягивается и забирает пояс плюс 6 архимаг еще менты подходят у дк скоро будет уже койл здесь ой сейчас можно финта окружить окружает финта хэпи недоконтроливает где же 500 апм это недоконтролил финда слушать а вот такие потери и хэпи сейчас нет финтов вообще нельзя андету терять иначе он не пропушит то есть я все хорошо аниме он и добил всех крипов ничего не отдал особо но сейчас еще рабочего теряет но для хэпи это очень серьезный удар то что он потерял финда плюс хэпи смотри смотрите хэпи не играет финдами с бэкпаком то есть он не принес дополнительных скелетов для своего дк а вот это опять же упущение у нее конечно тир тир 2 быстрее делается быстрее лич но ой еще окружает финта да забей анима что творит четырьмя футменами окружает слушайте это пасосом вообще попахивает просто у хэпи остается один дк один финт и в т3 он быстро играет я не знаю как там вот этого финда окружил но вот первый финда хэпи сам недоконтролил он зачем-то им близко подбежал а вот 2 финда там походил анима как-то затащил слушайте аниму то хорош я не знаю насколько он сейчас много тренится но по крайней мере окружает он четенько здесь еще салтерхаус очень важный отжимает там типа финт подходит здесь два футмена остались на защите вышечка строится и дк типа сейчас прибежит на харассному надо ментов брать аниме так здесь на мэйне но на мэйне вроде как отбивается за счет лича может даже тп сейчас аниме сделает скелеты еще поднимаются или не будет тп делать но надо вообще продолжать салтерхаус отменять здесь как-то отбиться ой вышечку сейчас может не да не доделывается вышка и вышку еще не отменил отдал экспу здесь пытаются футмена зарезать финда но у хэпи то вообще ничего нет у него 26 лимита ему на мэйне тут мешает есть одна нова гулей естественно нельзя терять потому что дерево тоже нет здесь менты подходят но то есть бы вышка была а еще еще минус вид господи хэпи что-то творишь и хэпи то финдов не заказывает он гулей заказывает хэпи один герой один герой и здесь герой ой здесь дк окружили окружили непонятно каким образом дк окружили сейчас будет тп дк 3 уровень получит но дк конечно не сдохнет на что есть магазин дк 3 уровня нужно нужно брать банку и окружается по моему архимаг он ныкается просветочка покупается ну и т.п. на т.п. на духе уходить архимагом околита может еще за вы забреет под конец и не забревает вы слышите у хэпи сейчас два героя три гули нету слоттерхауса и только т3 доделывается не знаю вот со стороны как хумана я бы такую катку не отдал что сказать что сделает анима пока непонятно анима конечно с экономикой плохо у нее счета 3 нету в смысле даже т2 не заказан говорят два финда хэпи не доконтролил ну вот так кстати следим там что на голде происходит поход дела там записи ресторнули так третьим героем хэпи панду берет хочет чисто героями сейчас как-то продавить даже банку маны купил своему дк нику а сейчас анимата бежит на мэйн снова на мэйн бежит но ему сейчас здесь всех рабов убьют он не стал дефать он конечно слоттерхаус скорее всего еще раз отменит но ему здесь сейчас сейчас ему здесь рабов на убивают с помощью лича и панды еще и куча скелетов поднимается и вышечка не достроится масон регрейда нету минус вышка сейчас будет дыхание давай здесь сколько рабов сдохнет здесь я слоттерхаус отменяется короче знаете ситуация такая что анима просто немножко медленность вышки стал делать если бы он чуть побыстрее вышек наклепал он бы уже выиграл эту игру но проблема то что хэппи просто на мэйне тоже все сносит но здесь минус все рабы не все но часть убегает но очень много потеряно вообще интересная игра выходит естественно здесь хэппи апгрейд сделано спирита урку надо конечно дефенс было футменом делать вообще на этой карте футменом дефенс нужно было в начале игры делать здесь футмен отдался что можно склепа пытаться убить здесь вообще экономика полностью убита надо склеп наверно убивать здесь дк вернулся у него есть немного кайло сейчас до кого кто кружить до контролевает блин хэппи 26 лимита просто три героя бегает и арбы даже нету арбы нету потому что магазина нет и денег нету вообще странно почему дефенс аниме не сделал давно бы уже продавил бы продолжать этих футменов бесполезных без без дефенс и делать так что у нас там на гол блин ребят реально говорю они опять будут хардсон стримить вот дурачки так не ну хэппи вроде потихонечку отковырялся от дефлса и у него слотерхаус все-таки в заказе трифин да у них все сдохли но сейчас арбу покупает арбу покупая да здесь что-то в наглую пытается архимаг закрепиться архимаг кстати добил крипа даже четвертый уровень получает сейчас нужно кучу тауров ставить аниме и у него еще несколько рабов нужно убрать отсюда надо несколько тауров поставить чтобы ему ничего тут не сделали вообще игра может затянуться короче тут аниме недоконтраливает рабов не переводит не на забавная игра в ряд микер фа закончил да уже блин стримим гол чё делать о какой голос смысле этот финал гиро капа просто за гиро кап вроде больше проголосовал там еще один чувак закинул соточку на фа фа но я сказал что фа фа мы не успеем скорее всего потому что непонятно было когда майкер закончит а гиро кап уже стартовал чисто героями крепится даже амулета энергии получает хэппи но в принципе он сейчас чисто с героями тут сидит два слоттерхауса делает он хочет уже в чисто дистроф перейти и надо они аниме вышек сделать много а он драгон хавков будет делать мк в заказе но сейчас анима видит старой слоттерхаус должен понимать что он что хэппи погнал в драгон хав дестроеров играть большое количество нельзя здесь футменов отдавать окружает панду но не зачем ты эту панду окружил я не понимаю зачем он панду окружил просто сейчас смотреть а там новый нету новый нету и смотрите панду сдохнет что ли лол я что-то не ожидал что он панду убьет потому что мне казалось сейчас там новое дыхание и футмена сдохнут панду взял отжал неплохо так панда воскрешает снова футмена всех просрал анима на этом но зато убил даже третью смотреть ну блин у аниме с деревом проблемы просто знаете сейчас что может быть анима потихонечку будет драгон хавков делать а там он не успеет просто их сделать и там дестройры придут бы собрать сбреют экономика фиговая по дереву и вышек нету ну короче анима должен понимать что там скоро дестройеры будут он видел прекрасно 2 слотер хаоса и я вам скажу на своем примере драгон хавки в лейт-гейме не тащу дистрофа против панды и лича прокаченного потому что за счет лича и панды драгон хавки очень жестко отваливается от ауе демоджи свиток зверя здесь ну и плюс у анимы нету т3 соответственно у драгон хавков нет апгрейда на хп это еще меньше хп соответственно они быстрее разваливаются ну интересная игра вообще но как я вам на сто процентов говорю что если бы анима пораньше бы таурки поставил и смог бы их загрейдить то игра давно бы закончилась пользу аниме потому что единственное почему хэппи все еще в этой игре это из-за того что он зашел грамотная отменил таурку и наубивал огромное количество рабов несмотря на то что он потерял сколько там финдов три штуки ой здесь когти плюс 12 для мк а здесь еще когти на архимаге плюс 9 это круто на самом деле химак боевой ну а хэппи забирает черепашек получает банку маны 10 эти телепорт есть до 5 почти архимаг так хэппи понимает что вверху где-то крепится но надо т3 нажимать надо ними т3 нажимать нужно нужен паладин нужен нужны апгрейда на драгон хавков т.п. надо делать на делается т.п. надо 3 аниме нажимать непонятно чем не жмет у него еще supply блок делает он грейды сушки а здесь хэппи решает сразу идти в пуш поднимает всех дистров которые у нее есть у него герои хорошие 433 а здесь сразу драгон хавков ну аниме не до контроль но что это такое минус 2 драгон хавка просто вышек на мэйне нету сейчас пробреют мэйн чем-то 3 так и не нажал непонятно еще два драгон хавка отдал нам на ралли-поинтах тебя заходят здесь минус все рабочие как так можно играть без вышек не я не понимаю один свиток купил и симка получает третий уровень будет телепорт судя по всему у хэппи есть т.п. есть на одну новую есть на дыхание откидывается болт смотри но драгон хавки это вообще говно ну просто сразу свиток теряет драгон хавки уже развалились архимаг 5 уровень но хотя панду можно сейчас минуснуть панде передается т.п. неплохо отфокусил панду но здесь рабочие все сдохли посмотрите 4567 рабочих сдохло и все еще т.п. нет понимаете что без т.п. нету нету апгрейда на подкову и соответственно драгон хавков 575 хп вместо 750 ты сам вышки не строишь только да я уже не играю в варкрафте я комментатор чего ко мне пристали я комментатор и стример у меня сейчас инвестиции идут в тянка стримы набираем себе тянок чтобы они за нас стримили и папки зарабатывали мне ну хэппи уже в близок а ты как пятом уровне и у хэппи еще плюс 50 лимита он добывает больше голды в смысле он добывает нормальную голову блин а почему они бы т3 тут не нажал до сих пор учен не посидел 50 лимита на что без паладина и подкова ловить нечего и мы сейчас здесь рабов всех убьют короче анима сам виноват что эту карту проигрывает мог бы спокойно затащить если бы не тупил но он принц может еще затащить но там такие герои и экономика вся убита в попу так вот надо под сплитить немного драга драган на драган хавков чтобы не так они разваливались там фокус сразу в дк ну драган хавки парочка сдохла и destroyer умирает опять же смотрите 1 5 короче где-то 6 рабов сдохло мк 4 т3 нет ну закажи тут и 3 заебал бесишь меня блин мне просто стыдно за хуманскую расу то что он т3 не за не заказывает и он пытается хавками выиграть без грейда мк конечно затарен вообще по самые помидоры у него все есть надо правда архимагу что-то дать чтобы его случайно не убили хотя дк с личом и панды не самые лучшие херакиль щеки но имеется ввиду что лич с дк нормально куэлнову кидают а дыхание у панды это больше все-таки аое дэмэдж пытается до пятого левела прокачать лича хайпи прайм делает лич более выгоден пятым уровнем чем панда ну и плюс улича больше возможности до пятого качнуться точек на карте почти не осталось анима не заказывает т3 я просто я не понимаю то есть без паладина играть без паладина и так что он там инволы перекупал играть без паладиной 5 подковы это вообще непонятно зачем лич 5 уровень не получит но в битве он практически сразу получит 5 уровень как только убьет пару хавков либо и лимов за дисплей т.п. у аниме нету т3 заказал господи не прошло и три часа так тут хавка можно на мэн залететь на самом деле поубивать что-нибудь тут у хэппи есть тп хэппи нашел еще точку велича все-таки 5 он получает плюс еще пандах 5 близко будет да но у хэппи идеальная ситуация по героям ой сейчас еще хэппи поймает хавков сразу нового откидывается пары с хавки вообще никакие нужно свиток читать на хавков им как где-то в жопе бегает ну и сейчас просто койл нового сейчас дыхание посмотрите что с хавками ну хп нету хавков хп нету хавков но они вроде дестройеров разобрали какое-то количество сейчас тут фокусы пойдут на 5 опять просто нового нового койл попытки забрать сейчас можно забрать баш будет ли баш койл откидывается понятно но все свитки кончились все все хавки дохлые я свою игру против люцифера помню вот я также играл хавками и слил хотя у меня хавки были с паладином и грейдом но они все равно сдохли потому что вот вы сами все видите хэппи просто хитон ранит и откидывает заклинания ничего не сделать у панда еще банка маны есть очередной свиток бесполезный игра интересная получилось но анима здесь очень много затупов в плане выбора стратегии даль на дальнейший мэйны закончились здесь минус все рабочие почти пятая панда паладина самое время паладина заказать 1 уровня который умрет от койл новый просто вот паладин умрет где-то за пару секунд как только выйдет хэппи по моему там экспан собирается по сайда у нее есть 600 голды но хэппи идеально сыграл но смысле как в начале конечно пососов много было но хэппи идеально сыграл уже в лейт-гейме когда нужно было закрепить карту там похарасить рабов все сделал правильно подкову так и не заказал хуман все еще пятьсот семьдесят пять хп gg 1 0 ом гуман сладкий шоколад ай-яй-яй Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Какие версии, куда хэппи отходит всегда на 2 минутки? Я не знаю. Возможно, он масло сливает. Я вот обычно отхожу на 2 минутки масла слить. Надо только в игру сначала зайти. Продолжение следует... Не, я на самом деле думал, что аниме затащит эту игру. Не знаю почему. Наверное, потому что у него идеальное начало было. Аниме. 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 Продолжение следует... 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 тихо-тихо-тихо я жду фильма следующую часть человеческой многоножки мне вот первые три части многоножки очень сильно понравились на самом деле если вы хотите со своей любимой девушкой посмотреть какой-то фильм вечером чтобы ей понравилось обязательно посмотрите первую часть человеческой многоножки очень советую ей точно понравится самое главное привяжите ее кровати в этот момент что и приготовьте специальные клещи чтобы глаза она не могла закрыть но естественно пайки пакетики для плевотины ладно шучу это был троллинг не смотрите не этот фильм если вам дорога ваша психика потому что этот фильм делал какой-то больной человек так выходит дека да нет south park это нормальная тема в south park по сути симка от аниме south park смотрите там любая серия троллит на что-то происходящее в мире так что south park вообще четко четкий мультик мой любимый так мк получает цирк леточку здесь футмен что-то бегал бегал на скелетов нарывается хэппи а то есть мысли анима берет два мента дополнительных хочет видим покрепиться сразу мышечку ставят а здесь кстати хэппи то играть через гулей не финдов интересно вообще учитывая что анима играет в мк то гули отлично заходят то есть финды не очень заходит против мк потому что финда легко окружить под болтом и убить а вот гулей много они неудобные против мк смотрел я многоножку до конца до первую часть я полностью посмотрел но я на самом деле реальность девушка ее смотрел мы потому что здесь что-то думали давай посмотрим фильм а я один боялся смотреть я говорю давай посмотрим вместе только до конца смотрим и мы реально вот от на от начала до конца посмотрели но блин ты ужас был я не я не понимаю вообще как там девчонки решили сняться в этом фильме потому что настолько отвратительно все возможно некоторые люди кто в этом шоу-бизнесе фильмах снимается они берутся за любую работу которую дают за любые фильмы так сразу тут болт откидывает мк и что 5 гулей есть здесь еще скелеты подходят сейчас будет борьба за синего бамбра фулл мана на кайлы ой койл в молоко улетает точнее в сыр улетает и не получилось дк добить персоналку дк сразу купил здесь амулет плохой еще менты подходят у аниме неплохо он кстати тут сражается убивает гулю но много рабов конечно теряет еще гулю можно убить но нужно в гулю колить такая кайл какой болт и койл здесь аниме не до контроли в этой он еще не до конца крипов закрепил но третье мк 3 мк есть мана можно еще гулей забирать можно еще гулю забирать надо болт тратить на нее нет даже без болта судя по всему убьет или будет койл кайлов нету больше надо добивать крипов уже аниме вообще аниме здесь очень много на убивал но и хэппи тоже на убивал много так еще минус две гули продолжает хэппи харасить и второй барак стоит да это будут горгули надо срочно аниме лесопилку уже готова смотрите аниме готов горгули все правильно делает но ему здесь нужно быстро вышки построить и от горгули он защититься на самом деле я вангую победу аниме у здесь потому что все гули сдохли у хэппи вообще все гули сдохли у нее сейчас ни одна ни одна гуля не добывает а нет вот здесь какие-то четыре гули подходят и вот это одна засейвена эти гули типа сейчас спалились на футмене которые хотели сюда забежать футмена надо подконтроливать дк тут сверху бежит но нельзя аниме уходить с экспанда нужно вышечку достроить на горгули но аниме уже готов и нужно еще обгарить на масонере заказать ой сейчас можно дк минуснуть минус тп если аниме сейчас не затупит да не затупил молодец минус тп но здесь гули заходит гули заходит надо возвращаться возвращаться аниме я на самом деле молодец но он мог еще лучше разменяться но даже так уже неплохо и вышка достроиться значит горгули уже не сыграют сейчас еще плюс какое-то количество гулей он здесь убьет теряет правда рабочих одного второго кажется потеряет до 22 рабочих на вышка достраивается нужно болты откидывать непонятно почему жалеет болты сейчас просто в экспант тыкает хэппи ой зачем тебе дк ты сейчас экспант не отменяет ой валера он он убивает дк но экспант не отменил он потерял больше чем чем получил то что сейчас хэппи дк потерял это вообще пофиг самое главное то что хэппи отменил экспант и теперь нету леса нету леса на экспант но они мы затупил ему надо было убивать гулея не дать экспант себе отменить а он зачем-то в дк стал тыкать но это это пофиг вообще на дк дк от сейчас воскресят и горгуле не не будут давать здесь постановка ставить экспант свет не выключали а то страшно а я не помню если честно давно было в алтарь пытаясь тыкнуть но здесь хэппи кстати всего два зекурата у него же саплай блок а чё он третий зекурат не сделал слушайте а смотрите анима чё пытается он пытается спровоцировать хэппи на то чтобы рабочие вышли их из болта забрать вот видите в чем смысл здесь горгуле не дают нормальный экспант построить если было бы их тут побольше он бы отменил здесь подконтроливает футменов апгрейд на масон или не сделал вот видите с экспантом чё происходит а было бы чуть побольше вот еще три горгули летят сейчас отменят блин ну анима так тупит вот реально он мог затащить эту катку да он и первую затащить должен был но по каким-то причинам он тупит но и здесь минус экспант он не успеет достроить и не отмени 20 ну шо поделать и жито поделать десу блин надо короче аниме тащить либо катку какую-то долгу сделать потому что там у нас на стриме только 10 в пользу одного чувака там еще много игр потому что я сказал что где-то в 11 warcraft начнется fly против w нам еще ждать нет ни в 11 утра в 11 вечера сегодня то есть через 45 минут примерно 0 нет чуть побольше ребят чуть побольше где-то в 1120 наверно вот так просто кто засекал сколько hardstone матч тут шел гейм 3 наверно будет называться игра до не анима вроде как всех правильно делает где-то что но вот на каких-то моментах он косячит но он должен был выигрывать вот эту катку сладкий шоколад ай-яй-яй-яй хоть надо найти от песня сладкий шоколад горький шоколад сладкий чай горький шахту блин он потом найду после матча горький шоколад сладкий шоколад мадひ körький шоколад мудро к сейчас бы верить в то что warcraft 4 выйдет это тоже самое как санта клауса верить или зубную фею а не я не насмотрелся стримов овцы и про шоколад я немножко в другом месте узнал я не могу по моему отвечать да я не могу отвечать сама сладкий шоколад ай-яй-яй ай-яй-яй так опять короче анима не там алтарь стоит где надо я не знаю почему он алтарь не там где надо ставит ну пускай стоит там вообще на этой карте можно через фалт фаст алтарь вот эту точку забрать ну раз уж все равно анима 02 проигрывает то почему бы не покреативить берет на архимага нет амк все-таки берет и к Продолжение следует... Так, что-то я на пикабу залип. Ща, погодите. Ща, закрываю пикабу. Хватит залипать. Че у нас тут? Так, МК тут вышел. Закрепился вроде. Сладкий шоколад. Ай-яй-яй. Ну тут скелеты мешают. Надо уже ставить эти экспанд. Вообще надо попробовать, наверное, как Юмика сразу бежать экспанд ставить. Как вариант. Так, что здесь? Второй склеп. А, здесь снова гули, снова будто горгули от МК. Какой у тебя там ник? Что-нибудь постишь? Нет, я на пикабу там пару раз что-то постил и забыл. Я в основном там просто читаю. Так, зачем-то болт откидывать сразу в... О, еще и хэппи добивает тут. Короче, плохая ситуация. Второй уровень получает МК. Но здесь гули врываются, минус рабочий. Зачем он болт откинул в этого? Ой, какой койл хороший, но гуля все равно умирает. Вообще здесь, естественно, в плюс разменивается хэппи, потому что рабочие гибнут. Еще кайлы хорошие. Ну, сколько рабочих умирает? Минус три уже. Кончились кайлы у хэппи. Минус четвертый раб. Гуля убегает. Не доконтраливает здесь. Не доконтраливает анима. Еще пятого рабочего теряет. Ну, это провал. Что-то ставлю я на 3-0. Там уже скоро горгули первые полетят. Лесопилка уже есть. Ну, толк-то. Так. Гордовская таурка пошла. На мейне надо тоже, естественно, делать. Тут первые гарги на заказе. Ну, хэппи, правда, проблема с лесом. Он вот эту гуля этих потерял, одна вернулась. Ну, сейчас две гули, в принципе, для горгули нады будет леса, нормально. Жена заценила, как ты стримишь, сказала, что понравилось, на донат ее развожу. Пускай лучше твоя жена меня познакомит со своей подругой. От 18 до 25. Желательно с упругой задницей. Так. Третий МК. И иллюзии пошли. Ну, вот первые игрогули летят. Но, в принципе, здесь экспант практически достроился. Правда, битые футмены. Так, ДК прибегает. ДК персоналку купил? Сразу болт откинул. Чекает здесь гаргулей. Ну, гарги уже особо ничего не сделает, потому что одна вышка. Возможно, сейчас Хэппи сразу будет переходить во что-то другое. Спирит Таурку делает. Почему до 25? Ну, вот захотелось мне сказать до 25. Когда будут танцы с овцой? Но когда мы договоримся, тогда и будут. Так. Ой, окружил. Меня окружил, ДК. Персоналочка все равно есть у Хэппи. Ну, на самом деле, в этой катке, если сейчас анима не пожалеет Таурок, а против гаргули надо Таурки добавлять, потому что если Хэппи захочет... Нет, он... Нет, все, Хэппи, короче, забил на гаргулей. Не будет больше добавлять. Просто китайские андеды, например, и, опять же, некоторые европейские, они гаргули продолжают масить, потом покупают скролл протекшна, скролл хила, и еще гулей с собой берут и просто наваливаются на эти Таурки, на пофиг, и могут пробрить. Вот. Дефенс тут делается. На ДТ-2, на самом деле, уже давно нажимать. Откидываются болты, но тут вряд ли он откружит. Хотя... Да нет, не окружит. Мана еще есть. Откидываются болты, но тут вряд ли он отключится. Ну, здесь под дефенсом бежит. Слаттерхаус отменять хочет. Кстати, Хэппи вот без нерубки часто играет. Это косяк для него. Я уже много раз говорил, что андеду ничего не стоит. Одну нерубку апгрейдить 100 голды и 20 дерева потратить. Зато эта нерубка сейчас бы замедляла футменов. И... Кстати, здесь окружается МК. МК окружается. Возможно, на ТП придется уйти. Да, это минус ТП. Или нет. Но пока еще не делает. Но... Под попытки там окружить вражеского ДК. Ну и приходит, да, на ТП уходить МК. Неудачно забежал он. Ой, зачем здесь футменами забегает? Аниме непонятно. Пытается он, конечно, Акалитов зарезать. Но проблема в том, что там... Хотя кайлы кончились. Ну, нет. Это просто отдача футменов на самом деле. Здесь уже лич выходит. Ну вот, конечно, Акалиты немножко бегают. Там не добывают какую-то часть золота. Но ты же не убьешь Акалита. Так что это фигня. Здесь уже Блэк Цитадель достраивается. Ой, куда ты МК-то прибежал, Вася? Это минус МК, ребят. Если сейчас новую кинет. Да, это минус МК. Хотя нет, тут подблочил. Ой, царюга подблочил футменом. Я уже думал, МК сдохнет. Кстати, МК... Нет, горгули не полетели. Ну, короче, здесь... Здесь Анима отдавал футменов. Т2 у него еще нет. Потихоньку Хэппи тут переходит в Т3. Еще футменов отдает. Не знаю, что так футменов Анима отдает. Это же халявный криппинг с футменами. Футмены одни из самых лучших пацанов для криппинга, потому что у них есть дефенс. А, как правило, большинство крипов на карте имеют рейнджовую атаку. И удобнее криппинга, конечно. Но сейчас Хэппи начнет фулкарту криппить. Ему не нужно наваливаться на вышке. Ему нужно просто закриппиться. Так, апгрейды на истребов делаются. Опять, что ли, Хавков будет делать? Да куда ты все футменами-то лезешь? Вот тут зачем ты лезешь футменами? Я не понимаю. Тут еще книга опыта для Хэппи. Ну, чувствую, 3.0 будет, если что-то аниме не придумает. Делает он истребов. Блин, смотрите, я вам объясню. Андетт играет небольшое количество гарг. А Хуман хочет законтрить все это дело драгонхавками. Если Андетт просто берет даркрейнджерку третьего, третьим героем, то все. Просто сало накидывается и все. Короче, аниме странный. Отдал всех футменов. Кажется, Хэппи на мейн хочет зайти. Нет, пока еще крипт с пандой берет. Ну, Хэппи любитель с пандой играть. Потому что, ну, как мы видели в первой игре, панда плюс лич очень хорошо драгонхавков раскладывает. Это и правильно. Но, даркрейнджерка более такой, как сказать, контролящий герой, что ли, который может... Ну, блин, тут третий МК, это вообще забей. Чё-то аниме слабенький. Т-3 зато заказывает. Ну, а зачем ты из лимита-то выходишь так рано? Зачем тебе 54 лимита? У тебя... Вообще, эти 54 лимита ничего не дают. Ну, гулю хоть забери. Ну, Андетт уже почти всю карту закрепил. Зачем он из лимита так рано вышел? Я не понимаю. Вот куда тебе этот 55 лимита? Ты даже не крепишься и ничего не делаешь с ним. У тебя он просто на базе стоит. Этот лимит. Ну, Хэппи сейчас всю карту закрепит, и у него просто будут более прокаченные герои, более закупленные герои, затаренные. И всё. Бладмейдж здесь ещё в такой ситуации не заходит. Чтобы Бладмейдж заходил, нужно грифонов будет делать. Чё-то я вбросил в чатик. До сих пор тема девушек идёт в обсуждение. Куда анима пошёл? Мы сейчас здесь... Минус Бладмейдж. Смотрите, минус Бладмейдж. Бладмейдж. Минус. Минус. Инвул. Ну, инвул не поможет. На самом деле. О, здесь драгонхавки залетели. Неплохо. Неплохо драгонхавки залетели. Минус один. Гаргули всех поймали. В МК, правда, фокус пошёл. А чё мана не высасывается? Там Банеж, что ли, он прокачал? Судя по всему, он Банеж прокачал. Чё мана не высасывает? Слушайте, а драгонхавки хорошо зашли. Передаётся на 50-то. Ой, сейчас МК можно убить. Ещё свиток теряет. Койл откидывается? Нет. Неплохо там зашли драгонхавки сзади. Высасывается мана. Паладина бы сейчас ещё... Паладина не делай. Да Паладина закажи. Надо став купить. Банки просто купил. Став чё не купил. Слушайте, драгонхавки идеально зашли. Убили всех гаргулей. Но у Хэппи здесь 1000 голды. 60 лимита. Паладин, чё там? Паладин в заказе. Грифоном заказывай. Нужно второй экспанд делать. Второй экспанд надо. Надо вот крепить вот здесь красную точку и второй экспанд ставить под башнями. Пока есть возможность. Надо ориентироваться в игре. Смотрите, Хэппи сейчас потерял весь лимит. А у него остались табуретки. Значит, он ещё не готов. Вот куда ты лезешь-то? Куда ты лезешь, Вася? Блин, надо, короче, тренером становиться хуманов. Потому что они вообще не понимают, как надо играть. То всякие тяжи, инфи, они посасывают на турнирах. Вот чё аниме не идёт на красную точку? Блин, ну это основная точка сейчас. Куда ты вообще идёшь? Куда ты идёшь, Вася? Здесь всё закреплено. Иди на красную точку, забери её. Ставку пи вообще. У тебя ещё под боком есть три точки. Вот если ты сейчас красную забираешь, ты в шоколаде будешь. Так, тут второй апгрейд на атаку, Хэппи. Блин, чё ты крепишь-то? Я не понимаю. У меня бомбит реально, вот, ребят. У меня бомбит. Потому что... Аниме имеет 67 лимит, и он оранжевую точку саную крепит. Которую вообще никому не сдалась. У тебя под боком красная жирная. Это то же самое, что ты, блин, карася поймал, и забираешь себе карася. Нет бы, чтобы лосося поймать. Лосось-то пожирнее будет. И сейчас Хэппи просто заберёт здесь девайс. Да, забирает девайс на халяву. Что за девайс? Шапка? Ну, шапка саный девайс, но девайс же. Плюс Экспу забирает голду. Паладина до второго докачит. Ну вот ещё есть здесь оранжевая точка и здесь. Иди прокрип их. У тебя все шансы есть в этой катке. Паладина до третьего качаешь, и молодец. Шейда за тобой гоняет, это вообще пофиг. Здесь героя 4, 3, 3. Ну, короче, у Андетта герои не самые топовые, но у него ещё есть здесь много зелёных и оранжевых точек. Вот. Ну, Андетт, короче, выходит в масс-дестройеров. В масс-дестройеров контрить в такой ситуации. Ма с хавками не самая лучшая идея, но что поделать. Хотя бы паладин есть. Ну, вообще, в идеале, в такой ситуации можно ещё добавить вертолётов. Но... Эй, да не убивай ты! Что ты делаешь? И там плюс 9 атаки валяется. Ты не... Нахрена ты там... Поставьте, ребят, фейспалм в чатик, пожалуйста. Поставьте фейспалмы в чатик. Что это, блядь? Ну, вот эту точку закрепь, но у меня бомбит, ребята, у меня бомбит. Ну, закрепь ты вот эту точку, ну, пожалуйста, там может и там хорошая упасть. Куда ты лезешь, Вася? Так вот, хотя, кстати, и стреба 2-2. Вообще, вертолётиков, если у тебя микро хорошее, ты вертолётиков можешь достроить в такой ситуации и просто от панды уводить. Вертолёты тащат. Пошёл, короче, на лом все и стреба под новой свитки. Свиток есть, сразу там откидывается болт. Очень жёстко истребы страдают. Надо хилить, надо хилить их. Хили истребов. Ну, блин, ну истреба откуил от новой с парами умирают. Где ещё свитки? Свитков больше нету. Просто пришёл и отдаёт истребов. Что за игра такая? Тут кайлы новой пары. Свитка больше нет. Я не могу на это смотреть. Какой-то пасос дикий. Куда ты лезешь, блин? На андедовскую базу. У тебя экспант работает. Чё бы не посидеть, не могу. Чё пришёл, отдался. 63 лимита было 80 лимита. У Хэппи 56 лимита было 60. 60. Не, у меня бомбит от того, что, блин, анима херню делает. Он вообще не понимает, что он в игре делает. У него под боком есть ещё точка для криппинга. У тебя экспант стоит. У андеда нет экспанда. Тебе нет смысла ломиться. Особенно на вражескую базу. Зачем? Зачем тебе ломиться? Стой, улыбайся. Попробуй экспант поставить второй под башнями. То есть, сразу берёшь 6 вышек, покупаешь. То есть, сначала 3 вышки покупаешь, потом ещё 3, когда они откулдауниваются. Ставишь сразу 6 вышек, ждёшь принимать андеда здесь, на своей земле. Чтобы рядом у тебя под боком был магазин, там менты, возможно. Опять же, можно вертолётиков было достроить. Вертолётиков в отдельную пачку 12 штук. А панда, потому что будет откидывать сначала дыхание истребов. Соответственно, вертолётики на халяву могут сбрить просто дестройеров. При грамотном микроконтроле всё это делается. Я уже просто не раз проходил через эту ситуацию, когда ты делаешь одних истребов, и ты просто посасываешь от койла новое дыхание. Потому что там свитков не хватит, чтобы всё отхилить. Ну, это 3.0 за хэби, судя по всему. У него слишком жирные герои. Минус рабочие здесь. Ну, в общем, аниме нужно немножко подумать над своей игрой. Конкретно против андеда. Аниме-то вообще молодец, конечно. Он дошёл до финала, убил фокуса. Самое главное, он убил империала. Топовый хуман сейчас в Европе. Да и в СНГ, наверное, топ-1 считается. Несмотря на то, что... Играет в рифлов. Так, тут менты сейчас сзади будут заходить. Ну, там пятый лич. Представляете, что такое пятый лич против ментов? Это просто новый минус все менты. Ну, вы просто видите, что происходит с драгонхавками. От новый плюс дыхание. Так что дэмэдж нереальный. Убил топового хумана и получил его силу. Короче, мораль сей басни такова. Не все, кто выходит в финал, тащат. Не, я болел как мог за аниму, но аниму не затащил. Но Хэппи молодец, выигрывает очередной Гера Кап. Достаточно уверенно. Несмотря на то, что в каких-то моментах аниму мог продавить. Но Хэппи оказался сильнее. У него ещё куча тубуреток есть. Может поднять огромное количество дестройеров. А, у него бабки закончились, не может. Он ставит экспант. Когда увидим в твоём надоисполнение... Я же говорю, я тебе рекомендатор. Я стример-комментатор, я не игрок. Хэппи вон тоже стример просто сидит сейчас в финале Гера Капа. Но я не успеваю играть в Гера Кап, потому что мне нужно комментировать. Хэппи-то стример, но не комментатор. Ему не нужно турниры комментировать по охотцу. Сбырили тут Бладмейджа. Джи-джи. 3-0 за Хэппи. Поздравляем его. Так. Что тут ливаем? Ну, давайте. Скоро уже у нас будет WFZ против Флая. Скоро, ребят, WFZ против Флая. Всё-таки мы сегодня посмотрим этот матч. Я надеюсь. Субтитры делал DimaTorzok. Субтитры делал DimaTorzok. Субтитры делал DimaTorzok.